Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Культуртреггером быть легко и приятно. В уютном кресле, в тёплом доме сидишь и читаешь вслух. Хорошие стихи. Те самые стихи, которые бы вы никогда не услышали без меня, потому что вы навряд ли умеете читать. И сегодня мы продолжим чтение. Очерка в стихах Ильи Сельвинского путешествия по Камчатке. Илья Сельвинский в 32-м году, века минувшего, побывал на нашем полуострове. А двумя годами позже, в 1934 году, вышла вслед вот такая вот его книжечка «Тихоокеанские стихи». Эта книжица давным-давно стала библиографической редкостью. Первую и вторую главы очерка в стихах «Путешествия по Камчатке» вы уже видели на моём канале в выпусках рубрики «Культуртреггер». И сегодня мы будем читать третью главу. Читать буду я, а слушать будете вы. Итак, Илья Сельвинский. «Путешествие по Камчатке», глава третья. А то есть Камчатская река плывёт унылым побережьем. Вулкан оснеженной каплей вот сквозь тучку еле брещет. А в общем, что ж, река как река. Слева берег, справа берег, но вот подымаются берега. Но вот они в облашних перьях. Слева кряж, справа кряж. Хребты влезают, как ящеры. И, выгибая крестцовый хрящ, Камчатка являет своё настоящее. Река разливом в три километра Вмиг вливается в коридор. В узкое сердце, в жильные недра кряжей, Прыгающих чехардой. Бурная зелень, птичий щёкот, Горной готики строгой канон. Это здесь называется щёки. Но я бы назвал Голубой каньон. Но я бы от масляных красок, млея, Ещё бы назвал зеркальной аллеей. Или в скульптурную кладку Вринес. Каменный зверинец. Действительно, вон залёг на подвес Из рыжего камня ушастый медведь. Вон в районе возможных дач Пал мускулисто-скалистый понтач. А эти ворота, где тихо-тихо, Где заключительный горный размах, Должны называться приказом Пцика Поединок двух росомах. И снова ясность на три километра, И снова обычный зеркальный прокат. Но нет, позвольте, Река незаметно стала плыть В четырёх берегах. Справа и слева, привычно и просто, Законное буйство пышных кулис. Но посредине за островом Остров декоративной клумбой велис. Точно не лес, а парк у Версаля, В цветистых огнях королевской сад. И чудится, в играх судьбы вершая, Атласный век возвратился назад. И, кажется, вот-вот статуя фавна Блеснёт усмешкой в медном литье. Или сверкнёт, изваянная Павлом, Группа мраморных лебедей. Нет, никогда ещё мы не видали, Где бы не плыли от камня круги Такой законченно-феодальной, Такой идеально-дворянской реки. Ни приседания фрейлины Роны, Ни рыцарские реверансы Реона, Ни поза Невы, незнающей дна, Ни в четырёх коронах Дунай. Да нет, их почерк мужицкий крив, Если сравни с ними этот надменный, Этот возбуждающий Классовую ненависть Сей аристократической гриф. Но вдруг и сердце, Как шкурка заячья, просто. Навек замлеть. Мы вливаемся в нечто Совершенно потрясающее, В самое изящное, что есть на земле. Огромный плацдарм Циркулем Кружится, Залитый сиятельной водой, А от него, как тенистые улицы, Льются протоки Вкосу и вдоль. Это парижская Пляс-Этуаль, Это водное солнце В стрелах блещущих, Как сталь, И кажется, будто их доста. А по окружью в разбегачей Кулисы, кулисы, кулисы. Эта площадь сделала бы честь Любой мировой столице, И чалой орлан, с хребта налетев, Уронит образ таких благолепий, Что можно, целясь в двойник на воде, Пронзить белоплечево в небе. Это была третья глава очерка в стихах Ильи Селивинского «Путешествие по Камчатке», Опубликованного в книге «Тихоокеанские стихи», Изданной в Москве в 34-м году прошлого века. Теперь, как вы уже привыкли, Ставьте лайки, Если вам нравится слушать хорошие стихи на моем канале. Пишите комментарии. Помните, внизу в описании Есть и ссылка на чтение предыдущих глав, Очерков в стихах «Путешествие по Камчатке» И ссылка на номер карты, По которой вы можете сделать донаты на развитие канала. Кстати, каждый из вас, Кто отправит свой донат, Примет участие в розыгрыше Одного из моих фотоальбомов. А такой розыгрыш будет регулярным И проходить один раз в месяц. Кстати, а если вы здесь впервые, То, пожалуйста, выполните Вот эти вот Рекомендации в правом нижнем углу кадра Для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова